Здравствуйте, дорогие друзья! Это второй выпуск программы «Зимний сад от А до Я». Я ведущий Сергей Новиков. Наверняка каждый из вас мечтал о таком уголке дома, где лето бы царило круглый год, где никогда не бывает ни зимы, ни снега, ни сугробов. Место, где хочется отдыхать не только телом, но и душой. И таким уголком может стать «Зимний сад», об устройстве которого мы прямо сейчас вам и расскажем. Пойдемте вместе со мной. Татьяна, добрый день! Добрый день, Сергей! Второй выпуск программы «Зимний сад от А до Я». Мне хочется начать вот именно с этого уголка этого его сада, который вот по праву считается, наверное, самым экзотическим. Потому что здесь находятся растения, многие из которых я просто не знаю в лицо. И это действительно удивляет. Это странно для тебя. Откуда прибыли эти растения, как они здесь появились? Немножко об их истории. Вот, собственно, появились они одновременно со всеми растениями. Нет, не совсем. То есть вот все, что касается орхидеи, они приобретаются постепенно. И есть еще даже свободные места, где их размещать. Вакантные. Вакантные, да. Это по мере того, что нравится, где что удается купить. Так как есть орхидеи из частных коллекций. Это не такой вот, скажем, валовый продукт. Вот, допустим, братония. Вот не самая часто встречающаяся орхидея. Очень красивая окраска. Такой насыщенный желтый с таким вкраплением. Так похоже на каких-то, нельзя, бабочек элзотических. Да, какие-то насекомые наверняка были прототипом для вот этих цветов, которые являются настоящими пародистами. Потому что орхидеи, всегда вот их вся история связана с насекомыми. То есть очень тесная связь между насекомыми и теми видами орхидеи, которые они опыляют. Вот наверняка этот вид абсолютно не пахнет. Не пахнет, да. Пахнет, собственно, вот эта красота, которая тоже похожа на таких экзотических бабочек. То есть очень-очень эффектная. И вот эта орхидея, вот у нее такой цветок, как, я даже не знаю, морская звезда. И вот эта орхидея как раз обладает очень сильным ночным ароматом. То есть тут вечером волшебно, волшебно прям так тянется, стелется запах. Татьяна, орхидеи, конечно, хороши, но они не являются, наверное, центром всей композиции. Ну вот сложно сказать, что здесь центр. Эта клумба выстроена тоже по цветовому признаку. Помимо того, что также ярусность растений, еще и здесь в основном красно-желтые варианты. Причем, я бы сказала, такого ало-желтого цвета. И вкрапление бело-зеленого. Она по цвету. Ну, так как я дизайнер, я не могу уйти просто от коллекционирования растений. Я все равно стараюсь как-то это все сгармонизировать между собой. И для меня очень важен аромат растений. Вот именно в этой части клумбы много вкуснопахнущих растений. Вот питоспорум, допустим. Вот именно этот сорт. Я почему-то думал, краем глаза наблюдают растения. Думал, что это что-то относящееся к казалии. Да, похоже за счет того, что лист более мелкий. Но вот именно он, когда цветет, цветы невзрачные, белые такие, пазушные. Ну, практически их нельзя, белый-зеленый. Зато аромат волшебный в момент цветения. Это главное, почему он здесь. Так же, как орхидея целогина, допустим. Она вот как раз позади тебя. И она, когда цветет, аромат бесподобный. Какие еще растения здесь есть? Познакомь нас, пожалуйста, лично. Вот лично хочу познакомить. Вот с этим башмаком его можно в руку взять? Можно. Да, вот. Здравствуй, башмак. Чудесный башмак, башмачок, бахиподиум. Какой у него замечательный переход от белого к розовому. Я думаю, что это растение очень подойдет тебе. Посмотри, как хорошо смотрится на этом фоне. А какая замечательная окраска листьев. Это вообще что-то с чем-то. Вот он хорош за счет листьев. То есть даже когда цветы уже цветут, то лист будет украшать это растение. Вот за счет такой окраски пестрой. Это тоже орхидея и тоже башмак. Орхидея, да. Но это как раз орхидея грунтовая. Вот она растет в грунте. Это один из немногих видов орхидеи, которые могут расти в грунте. Ну-ка, хорошее растение. Отправляйся. Причем, знаете, вот эта орхидея зацветает достаточно поздно. То есть после 10 лет жизни только начинает цвести. Это не ранне цветущая орхидея. Поэтому то, что она цветет, это взрослое уже такое сформировавшееся растение. Татьяна, а какие еще растения растут на этой грядке? Антуриум. Я очень люблю антуриум. Вот как раз именно с этим окрасом цветов. Он не очень высокий. Вот цветет постоянно. То есть цветет, наверное, вот месяцев 10 из 12 в году. Вот тем он и хорош. Один цветок засыхает, другой появляется. Это вот тоже один из видов филодендрина. Вот красивый пестрый лист. Тоже можно посмотреть. Цветет ли он? Ну, он, конечно, цветет, но его держат не за это. То есть цветы невзрачные, опять же. Ну, вот, типа такой неразвернувшийся каллы, что ли. Не очень красиво. Татьяна, а какие еще растения здесь обитают? Чем ты гордишься или просто любишь? Ну, конечно же, я люблю вот эту вот штуку. Это лимон, который очень даже функционален. Но, опять же, когда цветет, очень вкусно пахнет. Это известная вещь. Ну, и плюс вот чай со своим-то лимоном. Совсем другой идеал. А что это за сорт? Ты его специально выбирала? Нет, это не какой-то особенный сорт. Ничего я специально не выбирала. Не буду морочить голову. Это просто вот мне понравилось само растение. Я его купила, привезла, и он как давай здесь плодоносить. Очень многие жалуются на то, что лимон крупный, само растение уже растет там 10 лет, а цветение все не происходит. Вот с чем это может быть связано, твой совет специалиста? Возможно, условия не подходят. Все-таки лимон растение субтропическое, ему нужна температура, ну, вот не выше 15 градусов зимой. Не выше. То есть все равно даже субтропические растения должны отдыхать? Конечно. У них есть сезонность у субтропических. Это у тропических сезонности нет. Там стабильная температура 20, 22, 25. У субтропиков есть перепад, но только он несколько не такой, как в наших умеренных широтах. Да, морозов нет. Но это плюс 10, плюс 15, и летняя температура там, ну, до сколько поднимается? До стальки и поднимается. И из-за этого, конечно, может быть, не проходят все фазы и не начинают отсвести. А зачем нужен зимний покой растениям? Вот, в принципе, чем больше света, чем выше температура, тем... Ну, это же особенность адаптации как раз к конкретным условиям среды, где они произрастают. То есть они привыкли, и все, что мы можем сделать, это предложить растениям максимально близкие к природным условиям. Растения, конечно, приспосабливаются. До конца даже не изучен этот процесс, до какой степени они могут приспособиться к другим условиям. Где предел? Где предел? Ну, конечно же, здесь не плюс 10, а плюс, там, бустим, 16, 18. Тем не менее, видите, он себя чувствует прекрасно. Но это не плюс 25. То есть его это устраивает. То есть нельзя прям жестко вставлять их в рамки и приспособиться. Я не знаю, есть ли у наших телезрителей возможность сейчас увидеть то, что находится у наших ног. Это функциональная история, это декоративная история. И вообще для чего?